Здравствуйте, товарищи, гости и подписчики канала Объективный Уголок. Как один небезызвестный товарищ, приветствую вас на уютной кухне. И сегодня на уютной кухне, на рабочей обеденном столе много вкусного. Выпуск обещает быть насыщенным. Я постараюсь рассказывать все максимально несбивчиво и максимально одним дублем, потому что лень монтировать, я ленивый. В некоторых вещах, но только в некоторых. Итак, сначала немножко об одном, потом о другом, начнем с одного и пойдем далее к финишу. Ну, о финише. Будет самое, пожалуй, вкусное, потому что, не будем этого скрывать, многие посетители Ютуба с гораздо большим интересом и любопытством смотрят за чужими фейлами, ошибками, промахами, какими-то накладками. Ведь в некотором роде столкнуться с какой-то сложностью и решить ее, это гораздо интереснее, чем рассказать просто об успехе. Сам такой. Мне вот интересно смотреть всяких людей, которые рассказывают именно о чьих-то проблемах. Кто-то купил машину кривую, и как-то нужно из этой ситуации выходить. У кого-то другие, опять же, сложности, накладки, и нужно искать выходы. Не ради того, чтобы посмеяться или получить какое-то удовольствие, а дело в том, что все ошибки – это жизненный опыт, в первую очередь. И уж если есть возможность что-то узнать заранее, такое эдакое, и на чужом опыте, то, возможно, это поможет мне сделать своих собственных шишек на тех же местах. Так что исключительно с этой целью. Итак, пункт первый. 35КП, 141.8. В текущем виде выглядит проект так. Здесь не хватает пока переходника под фильтры и штативного крепления. Но уже сейчас это работоспособная вещь, и по возможности, по наличию времени, я постараюсь эту штуку вытащить на какую-то съемку. Но пока днем времени особо на это нет. Если куда-то езжу кататься, то обычно вечером, либо так, чтобы прям вот дубасить-дубасить. Так что не до съемок. Да и погода, в общем-то, пасмурная пока. В текущей компоновке это дело совместимо с Nikon через простой переходник без линзы. Рабочий отрезок с лихвой позволяет. Упреждаю вопрос. Почему я просто не пошел по пути сделать обычный переходничок, зажимающийся на корпусе объектива винтами, а затем, что в такой компоновке у нас геликоид оказывается очень близко к концу корпуса объектива, а это совершенно другой центр тяжести. И немножечко другая нагрузка на механизм. А механизм китайский, длинноходный, и как ни крутись, его будет кривить. Конечно, его будет кривить в любом случае, особенно на минимальной дистанции фокусировки. Пока здесь ничего нет, дополнительного крепежа раскручивается. Но получилось удачно. Механизмы достаточно плотно ходят. Таких-то ощутимых люфтов в них пока нет. По крайней мере, пока новые. Но думаю, послужат. Это гораздо лучше, чем если механизм изначально с покупки, с завода, с Алиэкспрессо, будем говорить прямо, уже весь шалтая болтая делает, люфтит и крутится легко. Во крайней мере, я выберу именно такой вариант, который поплотнее. Мне лично так приятнее. На эту же базу будет у меня 120 миллиметров и 100, и то, и то на 1,8 светосилы. Но, наверное, штативное кольцо будет только на 140, потому что он реально самый тяжелый. Ну, не знаю, посмотрим. Во всяком случае, скопировать форму корпуса ничего сложного. Вариант байонетного крепления пока не переделывал. В качестве рабочего, такого тестового, останется тот, что есть. Возможно, я вообще откажусь от БНТБ для данного комплекта, пока еще не решил. Но, так или иначе, все последующие объективы, которые нужно будет готовить под данную геликоид, под данную удлинительную трубу, нужно обязательно делать с учетом вот этого расстояния, с вот этих размеров. Вот этих размеров. Потому что здесь уже есть бесконечность, и раз-два детальки, переделки уже не подлежат. Все, это их финальные размеры. Дальше только регулировка колечками, какие-то другие решения, размеры на корпусе проекционников и так далее, и так далее. Но именно переходная часть между линзоблоком и камерой, она уже должна оставаться постоянной. Где-то я уже в что-то вляпался. Ну ладно. Все равно еще все активно мыть. За меняемую сумму раздобыл суровую советскую студийно-лабораторную GoPro в чугунном корпусе, с внешним питанием, с светосильным объективом широкоугольным. Короче говоря, классная штука. А если без шуток, это РФК-1М, высокоскоростная регистрирующая камера. И зачем она мне нужна? Ну, пока как экспонат. Но в общем и целом, здесь объектив F28, фокус на 28, светосила 2. И этот объектив мы уже все хорошо давно знаем, как G21. Очень-очень давно на канале таковой присутствовал. Причем, как в варианте с широким корпусом, с гораздо более широкой блендой. Это, как я узнал сейчас от камеры РФК-5. И вот это РФК-1. Здесь корпус другой. Более удобный для адаптации, потому что есть свой Геликоид. Удобная фокусировка, удобная диафрагма. Только все это дело выковырять из родного корпуса немножечко. И сделать какой-то простенький переходник. За сколько я урвал, говорить не буду. Но сейчас на Авито и на Мешке аналогичные что-то в районе 6-7 вроде как еще есть. Сам объектив F28, он же G21 встречается немного дороже. 9-10 я его вижу обычно. Немножко там дороже есть за 12. Но, как мне кажется, объектив все равно стоящий, если вы снимаете на микро 4.3. На кропе 1.5 у него все-таки края сильно слабее. И, наверное, не могу рекомендовать на кропе 1.5 его. Но это личное мнение, мое исключительное мнение. Вот. Ну и как? Это код отресения. Кшиш. Покажу в камеру. И уберу. В смысле? Шиш, иди гуляй. Как экспонат, на мой взгляд, штука прикольная. Что-то мне понравилось такое приобретать. Обязательно нужно сделать какой-то шкафчик со стеклянными дверцами. Там уже будет стоять конвус-автомат, будет стоять салют. Будет стоять вот эта штуковина. Наверное, РФК-5 тоже подумаю, как бы зацапать за недорого. Такие глупые расходы, на самом деле. Но вот мне хочется какое-то время на них полюбоваться. Потом, может быть, объективы отсоединю и подготовлю к работе на цифре. Ну, а тушки за какие-то разумные суммы они разойдутся. Далее. Далее пора распаковать небольшую коробочку. Здесь объектив, который нужно будет переделывать на Nikon. И прямо в прямом эфире я с него сниму заднюю крышку. Чтобы голова начала понемногу думать о технологическом процессе. Как это дело опрятнее и рациональнее преобразить. Строго теоретически владелец объектива это уже делал. Я по фоткам немножечко так прикинул, что вроде как есть шансы на успех. Но когда живем, это конечно же живем. Живем всегда лучше. Маленький, ударенький, автор и ввенон. 51,4 кшиштоф. Вот любопытный ему. Красивое очень просветление. Задняя линза. Вот не пойму. Да, плоскость задней линзы, она немного выпирает над оправой корпуса. Над вот этой пластиковой деталькой защитной. Наверное, это надо как-то показать. Нужна плоская отвертка. Я не буду царапать линзу. Но вот если очень-очень аккуратненько фокус, то где очень аккуратненько приложиться к пластиковой детали и начать приближаться к линзоблоку, то можно заметить ступеньку. Ну и визуально где-то десятки две торчит. Это я к чему. При переделке, скорее всего, у нас уйдет вот этот пластиковый опять же элемент с выступом. Уйдет рычажок диафрагмы. Это значит, что задняя линза станет крайне-крайне уязвимой. Это значит, что нужно будет за этим делом следить, ставить объектив вертикально только в положении, когда линза глубоко, где-то в районе МДФ, например. И мы сейчас посмотрим. Винты предусмотрительно не затянуты. Винты, на первый взгляд, расположены под правильным углом друг к другу. Это потенциально хорошо, потому что упростит сверловку новой детали. Тек. Или сверление. Что мы видим? Задник у нас полностью голый. Котики. Задник у нас полностью голый. Никаких механических элементов здесь нет. Это уже очень хороший факт. Далее. Очень хороший факт у нас и в том, что без задника диафрагма работает. И, судя по всему, никакой роли наличия данного рычажка у нас ни на что не влияет, кроме работы, собственно говоря, прыгалки, которая актуальна только в контексте БНЭТа Пентекс. Это вторая хорошая новость. Потенциально ещё одна хорошая новость у нас в том, что деталь, к которой прикручивается задник, вот это, собственно говоря, пластина, она достаточно толстая. И её можно либо уменьшить, либо сделать заново. Но тут я не уверен. Это нужно будет смотреть. Судя по тому, что у неё с торца нет никаких винтов, винты, которые крепят её к остальному корпусу, находятся с боковой поверхности, на боковой поверхности, под кольцом диафрагмы. Что-то подобное мне уже встречалось. И это хорошо. Посмотрим. Во всяком случае, очень сильно надеюсь, что операция пройдёт успешно. Но пока же это дело мы аккуратненько свинтим обратно. Ну, извините, но винтики здесь специфичные. И, скорее всего, они хоть и не пригодятся мне при установке нового крепления, а именно Nikon, терять их всё равно не нужно. Ведь с большой долей вероятности, я, по крайней мере, на это надеюсь, что получится сделать обратно собираемую конструкцию. Нет, конечно, вряд ли, что кто-то перейдёт обратно на Pentax с Nikon. Но лучше предусмотреть по максимуму. Оставлять возможность собрать обратно хорошо ещё тем, что если что-то пойдёт не так, можно хотя бы отыграть всё обратно. И объектив не будет списан в запчасти. Следующее. Вот это уже как раз тот эпизод, который мой небольшой фейл. либо ошибка, либо просчёт. Не знаю, что мной тогда руководило, когда я списывался с владельцем линзы. Мы об этом уже поговорили, не буду задаваться сильно в детали, но если кратко. Задача. Адаптировать на Sony A99. Я выдал в качестве вводной информации, что потребуется, геликоид с ходом 17-31 мм. Вот он. Вот он. Вот этот. М65. М65, да. Тонкая ситуация в том, что с М65 геликоидом, это диаметр резьбы, присоединительный с обеих сторон, уран можно поставить только на беззеркалке и беззеркальный средний типа Fuji GFX. В деликатной ситуации я увидел только когда уже большая часть работы была готова. Я все это дело скомпоновал до кучи, приложил к Canon, поскольку креплением 42, и увидел, что бесконечности я не увидел. Легкий ступор, как говорится, был. Как же так, я же был уверен. Возможно, я ошибся из-за того, что ранее готовил пару комплектов именно на Sony E-Mount, а не на зеркалке. Возможно, меня просто кто-то отвлек, то ли еще что-то. Так или иначе, я совершил некоторый косяк, о чем опять же списались, я обрисовал ситуацию, и несмотря на то, что я был готов взять разницу в стоимости деталей и металла на себя, я выражаю большую благодарность. Владелец объектива не согласился с таким положением вещей и готов оплатить разницу в стоимости. Хотя, все-таки, мое участие в данной сложности, оно очень даже прямое. Надо было сразу говорить, что это M77 и немножечко другие затраты. Так или иначе, геликой M77 слава моей запасливости в наличии и есть. У него тоже ход 17-31 мм. И самое главное, в чем разница? В том, что в M65 у нас уран не проваливается и монтируется все это дело только встык через переходники, конечно. А вот с M77 у нас картина другая. Этот геликой гораздо больше по диаметру. Где фокус все время. и уран можно закинуть именно внутрь механизма. Уран-10, кстати, говорят, тоже. Причем можно закинуть буквально даже до присоединительной резьбы, до торца механизма. Это дает очень большой выигрыш. И его нужно использовать с помощью вот такого вида переходника. так сказать, переходник погружной. Здесь еще нет насечек под пальцы. Здесь нет фиксирующих линзоблок винтов. Просто для наглядности. Вот так это выглядит примерно в сборе. Само собой участие принимает в конструкции переходник до M42. и при желании или при необходимости или при наличии запаса металла посадку урана можно сделать еще глубже, чтобы вынести механизм фокусировки и переходник дальше от тушки. Но по моим замерам все корректно стыкуется и в таком виде. во всяком случае должно, потому что как минимум на Canon в полноразмерном корпусе Canon D40 или 40D я запутался в этих маркировках уже. Короче, 40-й Canon полноразмерный корпус, как у полнокадрового, там все нормально с наплывом под вспышку. Даже с наплывом под вспышку. Кроме того, у меня уже готовы были детали для передней части корпуса. Двухсоставная насадка на морду. И с внутренней стороны вот этой сняв лишние детали, это дело притягивается. Плюс фиксируется несколькими винтами. Но это еще не все для данного комплекта. Для данного комплекта предполагается еще и бленда. Китайская бленда это как вариант конечно на 77 миллиметров. Здесь 77 резьба. Но зачем ждать из Китая китайскую бленду если есть бленда от Юпитера 36 для которой можно сделать опрятного вида переходничок и все это дело наверно. Разумеется немножечко красочки не повредит. Что нужно сказать в итоге. в итоге нужно сказать то что уран 27 и уран 10 на зеркалке ставится строго через переходник и через деликоид на М 77 вот а М 65 строго под беззеркалки. Возможно когда я проговорил это еще раз я все таки не буду дальше путаться в данной ситуации. Код отресения состоялся. Сейчас будет еще одно. Это на все 6 баллов. Руки не доходят сделать им переход чтобы они с рабочего стола аккуратненько переходили по мостику на антресоль. У них там теперь пентхаус они за мной смотрят с высока лежа. Я бы тоже не отказался от второго яруса честно говоря. Ну да ладно. Таковы все новости на сегодня. Работа идет. Можно даже сказать местами кипит. Касаемо завершения серии проекционников и завершения G25 тут все упирается в металл которого сейчас у меня прям вот в обрез в обрез и я использую его на действительно приоритетные задачи. Но надеюсь что до конца года все-таки получится это сделать. Насчет G25 пока не уверен будет ли он продаваться. Возможно будет все-таки. Но проекционники точно появятся в группе объективный уголок именно в разделе товары. Если вы хотите ускорить данную работу то пишите опять же в личку ВКонтакте мы попробуем как-то дело это организовать. Потому что в первую очередь работа немножечко стопорится не из-за отсутствия времени или линзоблоков или чего-то такого именно все упирается в металл на данный момент. И на сегодня это все что хотел рассказать и показать. мне пора переходить к чашечке кофе и фрезеровке различных эстетически красивых элементов для данного Уран-27. сим.